Жизнь после 40, критический возраст, кризис среднего возраста жизни. Что же делать человеку, когда карьера построена, семья создана, дети подросли, дом построен, дерево посажено? Какие же ошибки допускают мужчины и женщины, когда они приближаются к этому возрасту и когда они уже начинают осознавать, что какая-то часть жизни уже прожита? Как иногда часто шутят, уже не все впереди. Так вот, обычно это начинает происходить с мужчинами и женщинами примерно в 40 лет. У кого-то это может начаться немножечко раньше, где-то в промежутке между 35 и 40. Что-то с нами происходит. Происходят какие-то изменения. Мы перестаем получать удовольствие от того, от чего мы получали удовольствие. Мы смотрим на других людей противоположного пола и начинаем замечать, что они те, кто нам нравятся, моложе нас. Мы быстрее устаем. Нам нужно дольше времени, чтобы восстановиться. И часто в этом возрасте, в этом промежутке, в этой середине жизни происходит определенная перезагрузка. Но если мы к этому не готовы, если мы не ожидаем того, что произойдут какие-то изменения, мы начинаем делать большое количество резких телодвижений, мы начинаем суетиться. Нам кажется, что молодость заканчивается вместе с ней жизнью, там вот уже типа там старость на пороге и так далее. И мы начинаем вот прям суетиться. Что же происходит в этот момент на самом деле? Во-первых, меняется наш гормональный фон, то есть немножечко снижается активность наша. И потихонечку мы немножечко становимся более спокойными, более размеренными. Но у нас по инерции есть еще какие-то цели, есть еще амбиции. Нам кажется, что у нас еще столько же сил, сколько и 10 лет назад. И нам кажется, что вот мы сейчас напряжемся, сделаем рывок и опять чего-то там достигнем. И мы как бы напрягаемся, тужимся, пыжимся и не происходит того, чего мы хотим. Что это такое? Что происходит? Почему то, что раньше работало, перестает работать? Ну, во-первых, в связи с тем, что меняется наш гормональный фон, соответственно, что у нас в связи с этим меняются наши ценности. То есть нам уже не хочется тусить, как 10 лет назад, там до утра. Нам хочется больше покоя, нам хочется больше стабильности. И, конечно же, в связи с этим меняются приоритеты. Но мы по привычке пытаемся действовать по старой программе, которая, собственно говоря, по большому счету уже реализована. То есть у нас есть большой этап жизни, приблизительно 20-40 лет, там плюс-минус это 20 лет жизни, когда мы реализовываем стратегические цели. Это карьера, семья и дети, дом и какой-то быт. То есть мы создаем какой-то, вот обустраиваем свой мир. И плюс-минус 40 годам вся эта история уже реализована. Так называемая родительская программа. То есть мы взяли родительский сценарий, мы его реализовали. Дальше его нету надобности, дальше его раскручивать. То есть уже в этом нету энергии, нет приоритетов, потому что программа выполнена. Что же делать? По факту получается, что приблизительно в 40 лет у человека меняются вот эти все приоритеты, ценности. И он очень часто к этому не готов. Он очень часто, как говорится, застегнут врасплох. Ой, ай, старость, все пропало, шеф, что-то надо срочно делать. Что часто делают и мужчины, и женщины в этой истории? Для того, чтобы, так сказать, продлить молодость, во-первых, они ищут себе более молодых партнеров, чтобы чувствовать себя моложе, чтобы стараться соответствовать более молодому возрасту и так далее. Пытаются опять еще делать еще очередной скачок в карьере. Пытаются выглядеть моложе, там это больше касается, может быть, женщин. И это с одной стороны плюс, но и как бы здесь все в пределах разумного должно быть, потому что начинаются различные там пластики, операции, подтяжки, утяжки и так далее. То есть люди пытаются выглядеть моложе. На самом деле это нормально, здесь нет ничего плохого, но иногда это как бы заходит слишком далеко. И мы в погоне за тем, чтобы продлить молодость, забываем о многом другом, чем важном. То есть мы слишком начинаем быть зациклены на том, как мы выглядим, не слишком ли мы выглядим взрослыми, не слишком ли мы выглядим возрастными и так далее. То есть нам кажется, что если мы будем выглядеть там на свои года или так далее, то это каким-то образом как-то там негативно на нас скажется. То есть всеми силами, с одной стороны, мы пытаемся продлить молодость. Это классно, потому что нормально чувствовать себя здоровым, хорошо выглядеть. С другой стороны, мы пытаемся зайти на второй круг и продолжать реализовывать вот эту программу, так сказать, родительскую, которую мы реализовывали с 20 до 40. Это не работает. Почему? Поменялись приоритеты, сдвинулись ценности и эта штука уже не драйвит. И мы пытаемся себя втиснуть в то, что уже, в общем-то, как говорится, не актуально. Оно уже отработало и там нет энергии. То есть по факту мы нуждаемся в глобальной перезагрузке. В первую очередь в глобальной перезагрузке смыслов. Потому что основную нагрузку несут все-таки смыслы. То есть кто мы, зачем мы живем, что для нас важно, что для нас ценно, чего мы хотим достичь, как мы себя хотим еще реализовать. И вот вокруг вот этого нужно строить новые смыслы. То есть опять на следующие 20 лет нужно искать новые цели глобальные. Потому что если у нас нет глобальной цели и мы просто, так сказать, тянем время в надежде, что что-то изменится, то скорее всего мы можем попасть в состояние депрессии, в состояние какой-то потерянности, что не очень приятно. Поэтому нам нужно перезагрузить наши смыслы. То есть в первую очередь мы должны поставить перед собой абсолютно новые глобальные цели. Мы должны охватить все контексты жизни. То есть мы должны понять, что либо мы допустим начинаем новую карьеру, либо нам в карьере нужна такая перезагрузка, где бы для нас была возможность для творческого развития, для самореализации, для создания какой-то ценности для внешнего мира и так далее. То есть если нету смысловой нагрузки, зачем мы это делаем, нам это неинтересно. То есть мы теряем к этому интерес, нам кажется скучно. То есть мы попадаем в тот самый сценарий день 40, каждый день похож на вчерашний день. И вот все, мы вот такое прозябание. В связи с этим, кроме того, что нам нужно перезагрузить новые смыслы, мы должны понимать, что для этого нам нужны новые ресурсы, новые знания, новые навыки. Но в чем прелесть? У нас есть уже богатый жизненный опыт, который поможет нам все-таки понять, а что же для нас важно. Но здесь есть такие вот серьезные подводные камни, те самые чемоданы без ручки, которые нести тяжело и выбросить жалко. То есть мы слишком крепко, так сказать, привыкли к привычному укладу, и мы очень долго цепляемся за, так сказать, исчезающие какие-то вещи, которые казались нам привычными, обыденными и вечными. То есть в первую очередь мы начинаем понимать, что мы накопили какой-то багаж каких-то ошибок, каких-то нереализованностей. И в связи с этим у нас есть вот это вот чувство того, что мы чего-то там, чего не сделали. Да, у нас мы начинаем задумываться о том, что мы делали в молодости, правильно ли мы поступали. То есть происходит такая глобальная переоценка. И нам нужно вот этот весь балласт обязательно разгрузить. То есть нам нужно честно посмотреть внутрь себя и посмотреть, а что нас беспокоит. Есть ли у нас какие-то там обиды, есть ли у нас там чувство вины, есть ли у нас какие-то там запреты, связанные с тем, что мы себе чего-то не разрешаем, не позволяем, нам кажется, что мы этого не заслуживаем. То есть вот эти все ментальные ловушки, вот эти все ментальные кирпичи, их нужно обязательно сгрузить. Почему? Приблизительно до 40 лет, поскольку у нас есть достаточно много энергии, мы в состоянии, как говорится, вытаскивать весь этот груз, и мы его особо не замечаем. Но когда у нас меняется гормональный фон, энергии становится немножко меньше, и нас эта история уже начинает что-то напрягать. Поэтому здесь нужна очень сильная психологическая разгрузка вот этих всех напряжений, вот этих всех старых незавершенок, вот этих всех сожалений, вот этих всех обидок каких-то и так далее. Мы должны посмотреть на это все честно, разгрузить все эти напряжения для того, чтобы, так сказать, еще следующие 20, 30, 40, а может быть и 50 лет, жить действительно такой полноценной, насыщенной жизнью, где мы бы стремились к каким-то действительно большим интересным целям, где мы бы нашли такое направление в своей жизни, где мы бы могли раскрывать свой творческий потенциал, где мы бы могли сделать некоторую такую вот перезагрузку своей самооценки, то есть мы должны как бы заново родиться и понять, зачем мы живем. Потому что если мы будем продолжать по-прежнему цепляться за вот эти старые программы, за вот эту типа уходящую молодость, то мы начинаем делать много всякой ерунды, которая спасает совсем-совсем ненадолго. То есть мы должны честно посмотреть на свои приоритеты и понять, а что на самом деле для меня важно, какие смыслы меня будут наполнять следующие 20 лет. И без переосмысления, без осознания того, от чего же на самом деле я хочу, этого не произойдет. И здесь на это нужно отвести достаточное время, потому что по различным оценкам вот этот вот переходный период длится от 7 до 10 лет, независимо от страны проживания. То есть вот этот переходный период, он достаточно долгий. То есть к нему нужно отнестись философски. И второй момент очень важный, что приблизительно по статистике, не помню где-то прочел статистику, что до 20% людей переживают этот вот кризис середины жизни достаточно остро. Поэтому здесь очень важно дополнительная физическая нагрузка для того, чтобы выравнивать более-менее наш гормональный баланс. То есть нужна хорошая физуха, потому что если у нас нет физухи, мы, собственно говоря, у нас нет энергии, нам кажется, что мы там типа стареет, начиная вот эта вот вся история. Не трогайте меня, мне нужен пледик, диванчик, там вот эта вся история. Вот поэтому нужна физуха. И если мы перезагружаем смыслы и находим новые инструменты для того, чтобы поддерживать свою энергию и физическую, и психическую на должном уровне, то тогда мы еще следующие 20, 30, 40 лет живем достаточно полноценной жизнью. Вот поэтому что после 40, как есть такая поговорка, жизнь только начинается, потому что мы начинаем жить не для программы вот этой социально-родительской, мы начинаем жить для себя. И для многих это такой серьезный вызов, потому что мы не задумываемся часто о том, а что же такое вот жизнь для себя, чего же я хочу все-таки в этой жизни реализовать. Вот на этом все. Это такая вот больше философская история, которая поможет все-таки нам спокойно остановиться, оглядеться по сторонам, задать себе правильные вопросы и начать искать на них ответы. Надеюсь, что это видео подскажет направление, куда искать. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok